На что влияет гемоглобин? Гемоглобин – это железосодержащий белок в организме человека, который отвечает за транспортировку жизненно важных элементов в клетке организма. Гомоглобин входит в состав крови и является частью эритроцитов. Именно благодаря гемоглобину кровь имеет насыщенный красный оттенок. В видах гомоглобина существует несколько видов гомоглобина, в зависимости от его функций – оксигемоглоин. Этот вид гомоглобина транспортирует кислород. Он присутствует в составе артериальной крови карбоксигемоглобин. Он отвечает за очистку клеток от углекислого газа, транспортирует его в легкие. Содержится в венозной крови вида гемоглобина, который появляется при отравлении газами и химическими веществами – сульфгемоглобин. Мидгемоглобин – карбгемоглобин. Таким образом, количество гемоглобина в крови влияет на насыщение клеток кислородом и избавление их от продуктов распада. Как узнать свой гемоглобин? Чтобы выяснить уровень гемоглобина в крови, необходимо сдать общий анализ крови. Среди результатов будет указан уровень гемоглобина в крови. Чтобы анализ показал верный результат, следует выполнять такие рекомендации. Общий анализ крови сдается утром на голодный желудок. Нельзя употреблять алкоголь за 12 часов до сдачи анализа. Если курите, сообщите об этом лаборанту при сдаче анализа. Если принимаете лекарственные препараты, следует также предупредить об этом лаборанта или врача, чтобы регулярно измерять количество. Гемоглобина в крови существует домашний глюкометр. Он может замерить не только уровень гемоглобина, но также уровень глюкозы и холестерина. Норма гемоглобина у мужчин и женщин. Мужчина и женщина имеют различную норму гемоглобина. У мужчин она несколько выше. Это объясняется биологическими особенностями тела мужчины. Организм нуждается в большем количестве кислорода из-за повышенной мышечной массы. Кроме того, на протяжении всей истории человечества мужской организм подвергался большим физическим нагрузкам, чем женский кроме гендерных отличий и норм гемоглобина. Существуют возрастные отличия. Норма гемоглобина растет вместе с возрастом человека. Чем старше особь, тем выше у нее уровень гемоглобина. Норма гемоглобина у подростков. Как и в случае со взрослыми, уровень гемоглобина в крови детей зависит от возраста. Половых различий в уровне этого белка до 16-18 летний наблюдается. У грудных детей до месяца уровень гемоглобина очень высок, практически как у взрослого человека. Это происходит из-за того, что у внутриутробного ребенка уровень гемоглобина одинаков с материнским организмом. Постепенно уровень гемоглобина будет снижаться. Уже у двухмесячного малыша норма гемоглобина составляет лишь 90-140. Далее, в процессе взросления уровень этого белка снова начинает повышаться. Норма гемоглобина у грудного ребенка. Таблица, которая показывает уровень гемоглобина. В зависимости от пола и возраста гемоглобин при беременности. Изменения в женском организме во время беременности сказываются и на составе крови. Количество крови в организме повышается до 50%. Но эти изменения не происходят равномерно. Увеличивается лишь количество плазмы, а вот уровень эритроцитов, где и находится гемоглобин, остается тот же. Резкое снижение гемоглобина обычно приходится в первый триместр беременности. Это естественный процесс, однако, его необходимо контролировать. Женщины, которые не следят за уровнем гемоглобина, часто страдают анемией. Для поддержания гемоглобина в норме следует усиленно употреблять железосодержащие продукты, витамины и минералы. Гликированный гемоглобин. Таблица. Гликированный гемоглобин является важным показателем состава крови. Гликированный гемоглобин появляется в крови вследствие определенной реакции, которая возникает от слияния гемоглобина с глюкозой. Такой вид гемоглобина способен выявить диабет на ранних стадиях. С его помощью очлеживают уровень сахара в крови. Анализ на гликированный гемоглобин имеет некоторые преимущества перед обычным анализом на глюкозу в крови и он способен выявить Количество сахара в крови за последние 3 месяца такой анализ можно проводить в любое время дня, в том числе и после еды на Показатели не влияют в заболевание, более эффективно распознает угроза сахарного диабета. Низкий уровень гемоглобина говорит о том, что кровь не справляется со своими функциями по переносу питательных веществ, это чревато Последствиями – сухость кожи, слабость, ломкие волосы и ногти. Если эти симптомы продолжительны, необходимо обратиться к врачу. Пониженный гемоглобин часто сопровождается хроническими заболеваниями, железодефицитной анемией, язвой или гастритом, аутоиммунными заболеваниями, инфекционными болезнями или патологией крови в исключительных В случаях для повышения количества гемоглобина применяется переливание крови. И такая процедура называется гомотрансфузией, она предусматривает переливание здоровой крови донора больному человеку. После нее человек длительное время находится под присмотром врача, если же снижение уровня гемоглобина носит временный характер. То подойдут простые методы его повышения, обычно используют лекарственные препараты, народные средства и специальную диету как поднять гемоглобин народными средствами быстро. Использование чесночной настойки. Для ее приготовления нужно 300 грамм чеснока и литр спирта. Чеснок чистят, мелко режут и заливают спиртом. Далее смесь настаивают 21 день, а потом применяют по 30 капель в день, добавляя в теплое молоко витаминная смесь. Она готовится из изюма, кураги и грецкого ореха. Все ингредиенты измельчаются в мясорубке, смешиваются и употребляются по столовой ложке в день лекарственной часть шиповника. Из сухих земляничных листьев смесь из клюквы и меда диета при пониженном гемоглобине. Для повышения гемоглобина рекомендуется употреблять как больше продуктов, которые содержат железо, гречневую кашу, говяжью, печень, гранат, свеклу, морковь, морепродукты, яблоки, говядину, виноград. Рацион должен быть разнообразным и полноценным не нужно употреблять только те продукты, где много железа. Также нужно учитывать, что кальций способен усложнить усваивание железа организмом. Поэтому употребление яиц, кисломолочных и молочных продуктов необходимо уменьшить. Как быстро снизить гемоглобин? Все в организме должно быть в меру. И повышенный гемоглобин также не является хорошим показателем. Повышенный гемоглобин говорит о высокой концентрации эритроцитов в крови. Это может говорить об обезвоживании или неправильной работе почек. Чтобы понизить уровень гемоглобина, необходимо пить как можно больше жидкости, употреблять продукты, богатые кальцием, творог, капусту, яйца, молоко, употреблять лимон и другие продукты, богатые витамином С, необходимо укрепить сосуды. Для этого требует пить рыбий жир и есть больше рыбных продуктов. Иногда прибегают к лечению пиявками или к применению лекарственных препаратов. Таким образом, можно сделать вывод, что уровень гемоглобина – важнейший показатель уровня здоровья, которым нельзя пренебрегать. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!